здравствуйте друзья 19 ноября и мы находимся в городке называется купертино хорош такой городок в кремниевой долине и мы пойдем посмотрим новый тип жилья вот то что слева это старый просто дома стоит ведь а вот то что справа сейчас вы увидите это новый идея в том что здесь ты когда покупаешь жилье то есть отдельно стоящий какой-то такой коммерческий но смысле как бизнес юнит до бизнес-помещения то есть можешь жить там прошел 15 метров и тут у тебя бизнес вот мы собственно уже подошли тут маленький такой комплекс построен всего там сколько там 5 всего 5 домов вот таких да вот они так стоят потом второй этаж люди живут на первом на тоже люди живут ну наверно тут есть где-нибудь open house мы сейчас пойдем искать пошли искать так из них почти все уже проданы так непонятно какой не продан света ты уверена что можно пойти посмотреть вот там флаги может быть вот туда надо идти ну давайте да сейчас посмотрим вот так зашли во двор пошли пожалуйста зашли во двор да все красиво единство солнышко с правой стороны поэтому я зайду сначала в тень а потом и на ту сторону поснимаю тут есть кусты тень и вот я сейчас в эту тень заберусь раз вот и уже отсюда сейчас посмотрим что еще у нас есть до лестница честно сказать непонятно куда так ну такое ощущение что вообще никуда вот ничего шиньки там нет друзья лестница есть травка есть а больше ничего нет для инвалидов лифт . а куда этот лифт поднимет инвалиды не знаю может быть к травке наш может быть травка это такая ценность что вот инвалида поднимет лифт к травке да друзья вот такая скульптура света мне говорит посмотри какое красивое излишество вот действительно такое современное остальные может быть не смазаны там не крутится видите флаги и мы как бы с тылу заходим сейчас посмотри сейчас мы идем с тылу чтобы зайти с фронта живи и работай да видите написано live and work да вот пошли смотреть так а это видно офисы вот эти вот отдельно стоящие вот эти вот сыроюхи это видно офисы вот мы сейчас в один такой сыроюху офис амбар такой вот он бизнес юнит значит тут у них есть маленькая называется не китченет называется китченет такая маленькая кухонька вот тут находится такое техническое помещение у них сейчас принтер стоит а что там здесь туалет с душем вот тебе бизнес но это можно использовать и как помещение жилое то есть у них как бы зонинг то есть правила использования позволяет это использовать и коммерчески и как часто значит общая площадь вот этого бизнес юнит 450 сфутов ну что-нибудь там уж 40 квадратным метром и жилое помещение там это 260 квадратных метров такого плана и стоит вот где-то самая дешевенькая вот эта комбинация 2 и 4 миллиона и нам тут работники этого офиса продающего устроили небольшую экскурсию вот мы вышли из коммерческого модуля где они находятся и вот идем вот в этот жилой юнит так ну пошли двухэтажный вот опен спейс большой вот 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 видите маленькая дворик а за двориком уже вот там коммерческая вот 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 пошли смотреть это видимо видимо шкаф да здесь да это шкаф вот 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 здесь тоже такой как бы дворик Надо сказать, что дворик правит патио, но такое небольшое все очень. Очень небольшое. Да. Значит, там еще вот эта третья машина может запарковаться с обратной стороны. Там паркинг? Да. Тут есть гараж на две машины. Так, а к гаражу на две машины есть еще на три места парковка. Я сомневаюсь, что это парковка. Это парковка, это она сказала. А, сказано было. Ну, хорошо. Это парковка, но дело в том, что... Вот лошадь привязать можно, столб стоит. Слышишь, если у тебя тут бизнес, то это всего одна парковка на бизнес. Нет, там было сказано, что кроме гаража три парковки. Столб. Где они, мы не знаем. Было сказано, что всего на каждый дом три парковки. Две в гараже и одна... Ну, значит, мы по-разному с тобой услышали. Да. Так. Хорошо. Ну, классно, слушай, мне нравится, потому что... Пойдем внутрь, зайдем. Это кондиционер, друзья. Это кондиционер. То есть землицы тут нету. То есть 2,4 миллиона просто за помещение, где вы живете, но без земли. Так. Мне это напоминает дома в Сан-Франциско. Они такие узкие и вытянутые. Так. Хорошо. Как тебе, Свет? Очень современно, правда? Модерн такой. Мне просто даже интересно смотреть на все это. Такое все современное. Света у нас как человек строящий. Она любит смотреть, как строит. Так. А тут чего? Знаешь, она по высшему классу построена, так сказать. Ага. Тут туалет. Смотри, такой. Туалет вот вышел, и вот тебе прямо окно. Смотри на улицу. Все могут видеть, что ты вышел из туалета. Так. Это открытость, друзья. Это открытость. Это новые ленья. Так. Это половинка туалета. Да. Половинка туалета. Это гараж на две машины. Ну, как сказать. Он не безумно просторный. Он мог бы быть пошире немножко. Но ничего. 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 Сейчас такие времена, что не будешь выпендриваться. Так. И там еще есть выход на второй этаж. Лестница. Лестница на второй этаж. Видишь, модернная лестница. Все такая. Модерн. Да, да. Как классно. Да. В нашем КБ, друзья, где я же работал, в ЦКБ Министерства Связи, вот я сейчас постучал к перилам и сразу сообразил, что мне бы там сказали, стучи по своей голове. Вот. Но там так вот было принято. Очень классная лестница. С юмором. Так, стиральная, сушильная машина. Хорошие. Такие. Богато. Богато. Потолок высокий. Так. А, Света, посмотри, какая раковина замечательная. Как тебе нравится? Света любит модерны. Хорошая. Да? Хорошая. Хорошая. Пойдем дальше. Так. Видите, сейчас лестницы какие. Прямо. Как на кораблях. Обратите внимание, знаешь что? Значит, уходим мы от Central Heating Conditioning. От центрального кондиционера. В каждом практически... В каждой комнате свой. Да, сейчас такая тенденция. Ну, конечно, вид вот на улицу не вдохновляет. Там довольно оживленная улица. Ну, шторки повесят. Ну, шторки, да. А тут вообще повернуться нет. Балкончик есть. Тут очень маленькая комната. Так, небольшая. Давайте я зайду в другой угол. И вы увидите всю эту комнатку. Ну, и так потолок еще наверх так пошел. Кафедрально. Ну, и естественно шкаф тут. И даже шкаф довольно высокий, надо сказать. Дверки высокие. Когда потолок высокий, можно себе позволить. Так, это мы смотрели. Еще раз разворачиваемся. Идем. Тут у нас туалет. Туалет милый. Милый. Простенько, но так, со вкусом. Видишь, обе как бы... Эти самые муечки. Ты знаешь, это меня больше напоминает, как в СССР делали писсуары в школах. Так они все подойдут и в один писсуар. Знаете, вдоль стены. Ну, не надо так говорить. Нет, ну, я шучу. Я говорю, дизайнерское решение. Вот, встали вот очень простая плитка, самая элементарная. Это вообще, называется, метрестайл. Да. В метро такими плитками делали. Ну, вот они сделали такую мозаичку, уже стало веселее. Да, плитка незамысловатая. Ну, и ванна, мне кажется, узкая. Мне кажется, полный человек в такую ванну даже не усядится. Ну, ничего страшного. Ну, это такие ванны у нас в Америке. Но, на самом деле, все очень стильненько. Знаешь, как? А туалетик тату у них или что? Тату, да. Мило, мило. Какой туалетик хватит? Тото. Тото, это как? Это фирма. Фирма Тото. Туалет фирмы Тото. Слушай, ну, какие маленькие комнаты. Тотошка узкая. Весь дом узкий, понимаешь? Да, дело не узкий, оно вообще маленькое. Узкое. Не то широко, а просто маленькое. Так. Ну, вот, тоже потолок так наискосок пошел. Зато каждую комнату можно отдельно подогревать. И это все коннектуется к одному. Подсоединяйтесь. Подсоединяйтесь. Знаешь? Да, давай. Мы стараемся по-русски все-таки. Мы есть стараться говорить по-русски. Так. Вот что это за угол? Вот объясни мне назначение угла. Как? Это ты иначе в комнату не зайдешь? Я понимаю. Либо ты бы здесь дверь сделала. Я понимаю, но вообще это занятно. Вот шкаф, пожалуйста. Шкаф большой. Шкаф просторный. Тут можно играть в прятки в этом шкафу. Дом, слышишь, это дом фактически. Ну. Для таких людей, как мы с тобой. Для двоих. Да ты что. Так. Потому что здесь шикарный мальчик-свитц. Шикарный. На двоих вполне, да, место есть. Шикарный. Смотри, какой. Тут туалет отдельно. И это отдельно. И это отдельно. Туалет есть. Раковина есть. Это для женщины. Подожди, для женщины. Подожди. А, тут две раковины. Одна раковина. Это здесь побольше, ты видишь? Побольше. Тут еще, чтобы мейкап делать и все такое прочее. Ну, мне нравится здесь. Так. Вот. Ванна. И ванна. Что-то восточное есть в этой вот этой стенке, правда? Ну, такая мозаичка. Мозаичка, да. Ну, очень со вкусом, очень. Даже ванну такая, с ней, как у нее загнали. Они такую же маленькую ванночку загнали в это самое. Просто в большой кейс. Друзья, ванночка небольшая. Ой, небольшая ванночка. Получилась якобы она большая. На самом деле, она ванночка. Идем дальше. Такую небольшую. Слушай-ка, тут какой-то, ну-ка, амбарная дверь. Покатай. Да, это сегодня модно такие двери иметь. Амбарная. Вот. Так, подожди, а давай хоть глянем, что за дверь. Это называется barn doors. Барн, двор, я же так и говорю. Так. Что тут у нас за дверью? У нас тут walk-in closet. А вот у меня знаешь, ты где? Вешалочки. Светочка, я же снимаю. Тут можно повесить и положить. Повесить и положить. Повесить и положить. Как бы у меня Света не заперла здесь. Да, и вот тут еще. Пожалуйста. Еще положить, еще повесить. Так. Так что ты говорила? Понимаешь, с этими амбарными дверями проблема такая, что они висят сверху. Да. Когда они висят сверху, то есть опасность, что они снизу будут болтаться. Ну, в данном случае они на чем-то стоят. И я хочу пытаться понять, где тут кто-то на чем-то стоит. Или такой, понимаешь, они ни на чем-то стоят. Обычно эти амбарные двери, они внизу болтаются. Нет, слушай, они ни на чем не стоят. Тут весь фокус в том, что вот эти ролики, на которых оно есть, они достаточно широкие, наверное, и держатся у двери. Ну, дверь внизу не болтается. Не болтается. Покачай, потряси дверь вот так. Не-не-не, крепко очень. Держится, держится. И никакого крепежа снизу нет. Друзья, мы не знаем, как крепится, но видно, но сделано очень классно. Никакого крепежа снизу нет, но сделано... Снимай поподробнее, пожалуйста. Вот видите здесь, это ремонт-контрол, его можно взять и тут заниматься климатической регулировкой. Что снимать? Пожалуйста, вот эти вот крепежи очень... Я же снял. Нет-нет, но мне нужно близко, если нам понадобится такое вот примерно покупать, и в фас, и в профиль. Вот, друзья, вот вам фас, вот вам в профиль. И вот и колесико, на котором дверь ездит. И колесико, на котором дверь ездит. Колесико, друзья, это лучшее из колесик, которые мы видели, чтобы ездили на нем двери. В общем, все сняли. Это единственная комната, которая не кластрофобичная. Да, но дело в том, что она выходит на угол. Она выходит на угол. Да, она... Это самое... Все должно быть закрыто, все угли. Она выходит на угол. На углу, друзья, на углу. Есть два типа соседей. Одни соседи живут в более-менее частном жилье, вот эти. Кстати, у них так странно... Я думаю, что это дуплексы. Это дуплексы, да, да, да. У них как бы на две семьи. Там два гаража, окей. А там дальше просто какие-то апартмент-комплексы. Вот те. Просто апартмент-комплексы. Конечно, это не самое лучшее соседство для дорогого жилья. И там вот на улице, видите, там живого места нет. Там все припарковано. Вот, ну, что делать. Зато в Купертино очень хорошие школы. Вот. И сама вся концепция. Свет, как тебе вот эта концепция? Ливен Вольд. Ливен Вольд. Теперь они назвали это Ливен Вольд и сделали его перед домом. Но он видно, как офис. Хотя там и жить можно. Там можно жить, там полные туалеты. Там и китчнет, поставленные крови. Там можно жить. То есть, и гости... Здесь, получается, в доме три спальни и два туалета, да? И ты живешь себе в доме. Но к тебе приехали гости, жданные или нежданные, ты поселил их там и получился у тебя гестхаус. Окей. Я, друзья, все пытаюсь понять, почему же она не болтается. Что там такое? Да. Может, там колесико какое-нибудь? Наверное, колесико. Не знаю. Но почему-то не болтается. КОНЕЦ